Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексеев Николай, это Рейнгем Студио, и это третий урок из цикла Пиши Красиво. Сегодня мы будем говорить с вами про фабрику. Фабрика или фабричный метод, или по-другому Pattern Factory. Factory это порождающий паттерн проектирования, то есть в результате его работы мы получим на выходе некий объект. По умолчанию это должен быть экземпляр какого-то класса. В фабрике есть несколько правил. Например, сама фабрика, изначальная базовая фабрика, она не знает, что именно она будет производить. Но она как бы делегирует весь функционал по производству конечного объекта своим дочерним классом. Либо есть еще другой вариант реализации, когда фабрика есть одна, у нее нет дочерних классов, но все создаваемые объекты должны быть дочерними к какому-то базовому классу. Что у нас можно вообще создавать в играх? В играх можно создавать какие-то игровые объекты на сцене, например. В принципе, если учитывать то, что все наши игровые объекты являются инстансами класса GameObject, то правило выполняется. Тогда давайте их и будем, собственно, создавать. Загружать их будем из ресурсов, чтобы это было более интересно. И создадим для этого парочку префабов и напишем простенький код по размещению объекта на игровой сцене. Получается достаточно простой код, буквально пару строчек, можно даже до одной строчки сократить при желании. И смотрим на его работу. И он работает прекрасно. Давайте попробуем усложнить немножко задачу. То есть в таком ключе нам нет смысла выносить этот функционал куда-то отдельно. Давайте сделаем так, чтобы у наших объектов появились какие-то свойства. Для этого создадим отдельный класс, который будет хранить информацию о свойствах наших объектов. Буквально пару переменных, удалим отсюда всю лишнюю ерунду. Будем хранить имя и, не знаю, уровень предмета, к примеру. И после этого нам нужно разместить наш скрипт на префабах нашего параллелепипеда и сферы. А вы уже оценили новый функционал работы с префабами в 18.3? Мне кажется, он божественный. Ну а не будем отвлекаться, вернемся к нашему коду. Теперь у нас есть некий скрипт, с которым нам нужно работать. Давайте объявим переменную этого типа. И получим, собственно, его из нашего игрового объекта, который мы создаем на сцене. И зададим ему какие-то случайные значения, непринципиально. Нам интересно посмотреть, работает это вообще или нет. Хлобысь, нажимаем, проверяем. И видим результат. Все работает, все прекрасно. Отлично. Значит, теперь раскидываем этот код уже на наш вариант выбора. У нас там, если обратите внимание, есть и фэлс небольшой, рандомный. Соответственно, у нас будет в случайном порядке производиться либо параллелепипед, либо сфера. В принципе, этот код можно было бы упростить. И вынести за пределы условия саму инстанциацию и работу со скриптом. Но теперь предположим, что у каждого из объектов свой индивидуальный скрипт, который хранит его свойства. И, соответственно, нельзя будет работать с ним универсально. Тогда такой вариант уже не прокатит. Собственно, как нам упростить задачу создания этих объектов, чтобы укоротить наш код? Мы создаем некий абстрактный класс фабрики. И от него создаем дочерний класс, который будет фабрикой для кубиков. Ну, в данном случае написано кубик, но мы-то все знаем, что это параллелепипед. Так вот. Переносим весь функционал нашего создания туда, а в основной скрипт отправляем всего одну строчку. И создаем еще один такой же класс, тоже дочерний от фабрики, который будет заниматься производством сфер. И проверяем, как это работает. И это работает, но создаются одни кубики. А почему создаются одни кубики? А потому что нельзя сделать все с первого раза правильно. По-любому где-то накосячивать. И да, накосячил. Ну, раз уж тут накосячил, тогда и в основном скрипте опечаточку исправлю. Проверяем. Кубик, кубик, кубик. Шарик. Отлично, все работает, все прекрасно. Посмотрим на свойства этих объектов, все ли у нас правильно. Свойства создаются. Свойства записываются правильно. То есть, все работает. Таким образом, мы получаем вполне себе элегантный код, буквально из одной строчки, который вызывает сторонний класс, который в свою очередь занимается производством объектов. Если у вас достаточно сложный объект, в котором много свойств, вы таким образом упростите себе задачу. Собственно, на этом про фабрику все. Давайте с вами устроим небольшой интерактивчик. Для тех, кто досмотрел видео до конца. Следующее видео выйдет через неделю-полторы. То есть, по расписанию у меня будет так выходить все это дело. Но, если вдруг вы сможете наковырять мне на этот урок 200 лайков, вообще цифра нонсенс для моего канала, но если вдруг так получится, то я выкладываю видео незамедлительно сразу по факту набора данного количества лайков. Ну и все дальше, как обычно. Подписываемся на канал, там, сжмякаем на колокольчик, подписываемся на группу ВКонтакте. И плюс ко всему еще в ссылках в описании я разместил ссылочку на свою страницу на Патреоне. Если вдруг у вас есть такое прям непреодолимое желание поддержать проект рублем, я вообще прям не расстроюсь ни капельки, тем более, что это будет явным образом мне говорить о том, что это нужно не только мне. Так что всем добро пожаловать, спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok